Эхо Москвы представляет программу Гонопольская. Итоги недели без Евгения Киселева. Эхо Москвы представляет программу Гонопольской. Итоги недели без Евгения Киселева. Эхо Москвы представляет программу Гонопольской. Итоги недели без Евгения Киселева. И, конечно, это такая партия, которая, не преуспев в деле реальной помощи оставшимся в живых ветеранов, тем не менее заботится об их чувствах. Так и сейчас. Товарищи коммунисты предлагают ужесточить наказание за оскорбление чувств ветеранов. Зюгановцы не понимают, что главный фактор оскорбления чувств ветеранов это существование КПРФ. Так что вместо квартир, хорошего медобслуживания и высоких пенсий от коммунистов идет трогательная забота о чувствах ветеранов. Креста на вас нет, товарищи коммунисты. Хотя, простите, крестов на вас полно, а на некоторых даже с драгоценными камушками. Это программа Итоги недели без Евгения Киселева, в которой журналисты Эхо выбирают наиболее значимое событие последних дней для опроса общественного мнения, для последующего голосования. Сегодня традиционный состав Алексей Соломин, Алексей Нарышкин, Матвей Гонопольский, Светлана Ростовцева. Добрый вечер. Здравствуйте. Давайте начнем с первой темы. Это программа Гонопольская. Итоги недели без Евгения Киселева. События недели. 5 мая. События недели. Да, 5 мая Россия организовала в освобожденной Пальмире, это, напомню, сирийский город, симфонический концерт, или, как хотите, концерт симфонической музыки. Гергиев со своим оркестром туда приехал, и всем известный виолончелист, теперь уже всем известный, раньше я про него не слышал, потому что, наверное, дремучий Ралдугин. Они играли в амфитеатре, где, как отмечают многие западные СМИ, они отнеслись вообще к концерту довольно так положительно. Совсем недавно в этом амфитеатре Пальмирском казнили людей, кто казнил боевики запрещенного в России ИГИЛа. Вот теперь город освобожден сирийскими силами при поддержке наших военных, в том числе авиации. И там прошло такое мероприятие, культурное, наверное, по связи из Москвы обращался к участникам этого концерта Владимир Путин. На трибунах, ну, на трибунах в этом амфитеатре сидели несколько сотен человек, пишут, что все там было забито, все места были забиты до отказа. И есть международная реакция, помимо прессы, которую активно писала, не только наша пресса, разумеется, но и мировая активно писала про этот концерт. Говорили, что, вот, New York Times передо мной, цитата, сигнал, что российское присутствие в Сирии приносит надежду и стабильность. То есть плюсик поставили Путину и Кремлю. Вашингтон пост... Я тебе сказал, что поставили плюсик. Является сигнал, что российское присутствие в Сирии приносит надежду и стабильность. Это сигнал, это Россия посылает... Нет, минуточку. Это Россия посылает сигнал. Они увидели... Это они считают... Еще раз. New York Times считает, что концерт является сигналом того, что российское присутствие в Сирии приносит надежду и стабильность. Разве это не положительная оценка того, что произошло? Нет, это не положительная оценка. А что же это? Ну, например, ты по улице едешь в Мерседесе. Да. Вот, например, ты едешь. Это сигнал, что у тебя все хорошо. Но это сигнал, например, что в стране все хорошо или только у тебя все хорошо? То есть, понимаешь, есть разница между тем, какой сигнал ты посылаешь и что происходит на самом деле. Не хочу вас обижать и грубить, есть такое выражение, докопаться до мышей, по-моему, Матвей Юрьевич, извините. Нет, а я буду докапываться. Давай объявим вопрос. А потом я буду докапываться. А у тебя нет вопросов к этому концерту? Есть, дайте я задам. К концерту в Пальмаре вы относитесь положительно или скорее отрицательно? Если вы относитесь к этому концерту скорее положительно, тогда 660-06-64. Если скорее отрицательно, 660-06-65. Начался подсчет ваших голосов. К концерту в Пальмире вы относитесь скорее положительно или скорее отрицательно? Если скорее положительно, тогда 660-06-64. Если скорее отрицательно, тогда 660-06-65. Я на самом деле не знаю, почему Матвей Юрьевич на меня как-то напрыгнул чуть-чуть, вроде не как леопард, а не знаю, может, как леопарденок. Я же не про свое отношение к концерту говорю. Я про то, что пишут известные СМИ, в том числе американские. Реакция дипломатов, она неоднозначна. Вот в Госдепартаменте США сказали, что это прекрасно, про концерт, это хорошо. И представитель Госдепа Марк Тоннер сказал, я никогда не буду выступать с осуждением того, что оркестр выступил в пострадавшем от войны в городе. А в Лондоне, напротив, назвали концерты безвкусицы, и там министр иностранных дел выступал. И это безвкусица на фоне авиаудара по лагерю беженцев на севере Сирии, в результате которого погибли по меньшей мере 28 человек, в том числе женщины и дети. И обвиняют в этом правительственные войска Сирии, то есть войска Башара Асада, которые, как известно, действуют при поддержке наших военных. По мне-то, мероприятие, конечно, оно не культурное, оно больше пропагандистское, и этим оно мне не нравится. Потому что, кто, вот давайте опустим рядовых музыкантов. Как странно, американцы же сказали, просто сыграл оркестр, значит, все хорошо. Ну, у меня же иногда могут как-то оценки различаться с американцами, да. Так ты же получаешь зарплату в Госдепе, печенье. Задерживают майские праздники, еще не упало на карту. Так что ж тебя мало? Мне не нравится, мне не нравится, что там два персонажа, два участника. Мне не нравится как раз Гергиев, который доверен на лицо Путина, и мне не нравится Ралдугин, который, помимо того, что он виолончелист, он еще и друг Путина, а еще вы про него все знаете по панамским расследованиям. Это же вот такие пехотинцы Путина, как Кадыров любит говорить, но без оружия, а вот с таким каким-то вроде как культурный посыл, а может быть и некультурный. И вот они выезжают на такое важное мероприятие пропагандистское. Это же не про музыку, это не про то, что мы сирийцам подарим какую-то вот музыку, надежду и так далее. Это вот не сигнал. Я-то не считаю, что это сигнал, как пишет New York Times, к стабильности в регионе. Мне, наоборот, кажется, что это такая вот какая-то штука, знаете, помните, помните, как Челенгаров опускался на батискафах, на глубоководных аппаратах МИР, на дно Северного полюса, и там вот мы флажки ставили, вот как это наше, это наш кусок все. И вот то же самое, понимаете. Одно дело, когда военные просто продвигаются, неважно в каких, в компании с кем. Ну хорошо, мы вот с сирийцами продвигаемся, отвоевываем какие-то территории. У сирийской оппозиции или у исламистов, ну, бог с ним, хорошо, что-то мы делаем. А тут, понимаете, приходит вроде как культура, и вот они вот так вот флажок ставят, типа, все, это наша, это наша земля. И вот такой душок пропагандистский от всего вот этого мероприятия, мне вот это не нравится, обидно. Я не знаю, что делать, может, надо было каких-то простых музыкантов отправлять без вот этих лидеров. Простых нельзя. Во-первых, отправили хороших музыкантов. Да я же не спорю. Вряд ли их спрашивали. Знаешь, есть, да, есть, с тобой не все потеряно. Соломин молчит, наверное, с Соломиным уже все. Есть, есть что сказать. Давай, скажи, скажи, давай. Это серьезная тема, ребята, это серьезная тема. Мне кажется, проведение концерта абсолютно нормальным моментом. Мне кажется, что если бы Россия не использовала этот концерт для собственных пиар-интересов, Россия бы сильно проигрывала, и я бы даже наехал на наши внешнеполитические ведомства, те ведомства, которые обеспечивают наш имидж. Естественно, они использовали это в свой плюс. Но в этом, в общем-то, нет ничего плохого. Уж хоть где-то мы можем поправить свое реноме. Концерт классической музыки, с моей точки зрения, на этом месте лучше, чем какая-нибудь... Чем бурановские бабушки, я понимаю. Наших эстрадных артистов. Но это лучше, чем Кобзон, Любе и прочие ребята. Ну, я не хотел по именам называть, но, кстати... Я помог тебе. Там, эту историю можно было бы опошлить. И, кстати, тех людей, которые ты не назвал еще, не те артисты, которые могут появиться и все испортить. Но вот все зависит от того, какой репертуар они, каким смыслом они туда приходят. Классическая музыка здесь гораздо более подходящая идея, чем какие-то песни. Классическая музыка не вернется. Да, видишь, ты, размышляя об этом концерте, вот я ожидал. Размышляя об этом концерте, у тебя вдруг... Это парадокс, Нарышкин. Соломин, размышляя об этом, об этой пиар-спецоперации, употребил слово музыка, которая к этой пиар-акции не имеет никакого отношения. Почему? Знаете, есть такой анекдот, я не знаю, почему он еврейский, ну, наверное, потому что смешной. Когда Хайм ходил в стрип-бар, ты не знаешь, в стрип-клуб. Хайм пошел в стрип-клуб, и вот там Сема спрашивает, ну и как? Там же платить надо. Он говорит, ну, я ей, значит, в лифчик засунул 5 долларов, а вынул 10. И развлекся, и с пользой домой пришел. Так и здесь. Вот у меня простой вопрос, Соломин, к тебе, мой дорогой Алеша. Скажи, пожалуйста, вот эта Пальмира, это чья территория? Сирийская. Сирийская. Скажи, пожалуйста, как ты считаешь... Не из лавского государства, запрещенного на территорию российской физики. Как ты считаешь, в Сирии, в древнем государстве, идущем от Пальмиры, там, да, ну, захватывали, перезахватывали, в нем вообще есть культура? Ну, конечно, послушайте, а что надо было... В нем есть музыка, артисты, исполнители. А сирийские бубны там должны были присутствовать или что? Нет, мне просто... Я задаю вопрос. Почему на территории Пальмиры при стечении сирийских зрителей и российских официальных лиц не выступил ни один сирийский музыкант? Ведь это же, мы знаем, что это освободила сирийская армия при российской помощи. Почему там играл исключительно российский оркестр плюс Ралдугин? Тебе в голову не приходит это ничего. Я руку тянусь, и Соломин сейчас замнется, я готов ответить. Нет, нет, давайте, подождите, Ралдугин, сейчас его за скобками оставим, понятно его присутствие. Заставим, давай, не проблем. Понятно его присутствие, нужно человеку сейчас, ему собственный имидж поправить, потому что все эти скандалы с офшорами, зачем... Нет, ну ответь на мой вопрос. А тут такая хорошая история. Ответь на мой вопрос, почему? Потому что и Гергиев, известная мировая фигура, и классическая музыка не национализирована пока. Вот то, что играет... Нет, ты не отвечаешь на вопрос. Она не национализирована. Нет, ты мочите его. Почему? Естественно, пожалуйста, дослушайте, использование известного во всем мире дирижера и известной во всем мире классической музыки привлечет больше внимания к этому событию, чем народные пляски сирийского народного... Нет, извини, пожалуйста, а можно я, но ведь в Сирии тоже есть свои симфонические оркестры, которые тоже прекрасно, наверное, ну чуть похуже Гергиева, но могут сыграть классические произведения. Там была проблема, помните, нас встречали как-то в Сирии с официальной делегацией, налажали гимн, страшно обидно было, до сих пор неприятно вспоминать. Может, поэтому... Им не надо исполнять российский гимн, у них сирийский гимн есть. А, подождите, может быть здесь. Это территория Сирии. Так я вам объяснил. А, получается, я правильно понимаю, Матвей Юрьевич, что если Башар Асад разрешает целиком и полностью, ну, отдает в каком-то смысле на аутсорсинг вот это вот мероприятие в освобожденной Пальмире России, то это значит, что Сирия прогнулась под Россию. Ничего своего она не может предложить, значит, Россия играет ведущую роль. Нет, послушайте, все, что я хотел сказать, да, это пиар-акция, естественно, это пиар-акция, и для привлечения внимания используется все это, но я просто не вижу в этом как раз-таки плохого, и считаю, что да, надо использовать это. У вас и так, ниже Плинтуса, ну, хоть что-то надо делать. Ему все понятно. У кого у меня, у меня, что ли, у Гонопольского? У вас, в смысле, у России, у России на внешнеполитической... Значит, я поздравляю Владимира Владимировича с взятием Берлина. Берлин не получилось, не в то время родился, значит, взял Пальмиру, стал посреди комнаты, вы видели фотографию, и обратился к своим артистам, и, значит, полностью проигнорировал то, что это территория соседнего государства, ну, другого государства. Это вообще неудивительно. Почему? Потому что, ну, к дню победы нужна была победа для нашего зомбоящика. Для того, чтобы народ под водку, под крики от ветеранов, о которых заботится только товарищ Зюганов путем ужесточения наказания, оскорбления чувств их, а не квартиры, и не медицинская помощь, и не высокие пенсии, чтобы показать, мы там победили. Значит, ни одно уважающее себя государство не позволит на своей территории вытворять такие вещи. Значит, АСАД, это вопросы к АСАДу, это первое. Ну, и Нарышкин правильно сказал, это же оплата услуг двух человек. Во-первых, Гергиева, причем все нормально, все законно. Два замечательных музыканта, я не сомневаюсь, что Ирол Дугин потрясающий музыкант. Да, только так как-то случилось, что один музыкант – это доверенное лицо Владимира Владимировича, хотя и выдающийся музыкант Гергиев Словни, это и оркестр грандиозный. Ну, просто так получилось. Вот такое странное совпадение, что там играет вот именно этот оркестр, а еще кадриль играет именно Рал Дугин. Вот понимаете, да? Значит, вот Рал Дугин, а про Рал Дугина сказала моя давно умершая мама. Знаете, что она сказала про Рал Дугина? Она его не знала, но про него сказала. Когда я ей говорил, что меня бесит, когда по телевизору лгут, она говорит, лгать не могут. Я говорю, почему? Она говорит, ну по телевизору же показывают. Так вот, Рал Дугин к офшорным счетам не имеет никакого отношения. Рал Дугину надо было помочь, ему помогли. У Рал Дугина ему аплодировали сирийцы, он блистательный абсолютно музыкант, поэтому давайте, товарищи, забываем про офшорные счета, которые вдруг неожиданно оказались, и помним о Рал Дугине, только о прекрасном музыканте, тем более, что он играл кадриль великолепную. Ну, правда, если я не ошибаюсь, Шостаковича кадриль. В общем, хороший классический музыкант. Блистательная спецоперация. В любой другой стране был бы такой скандал, уже были бы слушания в парламенте и так далее. Что это за выбор? Нет. Бандюки всегда, вы знаете, вот всегда вместе, они помогают друг другу. Тут нет никаких бандюков. Здесь культурные люди, президент Российской Федерации, ну, вот решил, что будет вот этот оркестр и вот этот музыкант. Вот сейчас спроси Владимира Владимировича, а вы это специально сделали? Он скажет, минуточку, у вас есть сомнения в художественном уровне Гергиева? Я скажу, да, о чем вы говорите? А вот он там что, он деньги считал, Ралдугин, или он играл? Кадриль. Я скажу, кадриль. Ну, тогда, Матвей Юрьевич, покиньте, пожалуйста, мой кабинет в Кремле. Вот и все. Прекрасно. Вот мы говорим, день победы. Для кого этот день победы сегодня? Ну, во-первых, конечно, искренне поздравляем ветеранов и слава богу, что эту фашистскую погонь удалось победить. Но для кого это день победы сегодня? Для ветеранов, которых три человека, что называется, осталось, и которые не получили того, что должны были получить от страны. Для них, да нет, это день победы Владимира Владимировича. Потому что очередная спецоперация в стране, которая к Российской Федерации не имеет никакого отношения, был сделан. Я вот написал в своем комментарии, что вот если бы Путин был в 45-м году, когда освобождали, когда это самое, то мы бы получили оркестр с Ралдугиным на ступенях в разгромленном Рейхстаге. Вот это вот было, вот это вот все бы было. Это, знаешь, это не хорошо и не плохо. Это, я считаю, просто запредельно. И вот эти простые вопросы, когда зритель смотрит картинку телевизионную, он не задает. Другая страна. Вот это выступает российский оркестр. Сирийцы зрители. Да, конечно, большой театр, филиал большого театра. А этот сидит, Асад, там у себя и молчит, и помалкивает. Хотя сирийцы и освобождали, ну там сирийцы освобождали, да, правительственные войска. Не оппозиция, замечу, а правительственные войска сирийцы. Чья это победа? Лично Владимир Владимирович, я его и поздравляю. Какие у нас результаты голосования? Давайте посмотрим. Нечестно и некрасиво. 19% наших слушателей сказали, что относятся к этому концерту скорее положительно. А 80%, 81% Гонопольского наслушались и меня тоже. Нет, они могут по другим абсолютно причинам. Вот там у вас есть сообщения, мы, правда, их никогда не читаем, но там могут быть сообщения, например, почему не нравится. Может быть, там не выступали солисты Большого театра Союза СССР, значит, Российской Федерации. Или что-то. У людей могут быть самые разные истории, понимаешь? Но вот мы сейчас, я хочу еще два слова сказать, вот сейчас мы читаем многочисленные жуткие истории вот этого невероятного безвкусного патриотизма, когда детей, детишек просто одевают, младенцев одевают в военную форму, снова деда за победу, снова вот этого вот, понимаете? Вот это вот такая история из этого же ранжира, из этого же плана, надо вот сделать так все ради телевидения. Все ради телевидения. В телевидении должны показать вот этот старинный город Индиана Джонс. Вот этот старинный город, и мы там победили. А почему мы победили? Мы победили, потому что, конечно же, никаким сирийцам в этот концерт соваться не надо. Они должны тупо сидеть и аплодировать, что и было сделано. То есть, другими словами, сирийцы в своей собственной стране, им была доверена простая история зрителей на программе Толстого. Сидите, и когда вам махнут рукой, аплодируйте. Вот и все. Больше ничего вам не надо. Вот такая вот спецоперация. Блистательная, я считаю. Мы сейчас не успеем начать новую тему, но я хотел, если позволите, ответить одному слушателю, который поправляет меня, дерзко пытается завалить мне по щам. Соломин, гимн налажали в Египте, а не в Сирии, пишет он мне, не подписавшись из Челябинской области. Соломин не различает просто. Уважаемый слушатель из Челябинской области, я в бизнесе, видимо, больше, чем вы. Египетская история 2015 года, а Сирия, когда принимали еще президента Медведева, это история 2010 года. Но если вы думаете, что все вокруг совершают глупости, кроме вас, это большая ошибка. Все, опустил, опустил, отомстил. Нарышкин, вот ты знаешь, есть такое движение, вот рукой, когда двое вот так вот делают. Вот сделай это с ним, с Соломиным. Дай пять, что ли? Да, дай пять, дай пять. Опа! Это было классно. Он как-то не так, правда, дает, но ладно. Дорогие друзья, мы продолжим, мы продолжим нашу программу. Это «Итоги недели без Евгения Киселева». Кстати, комментарий Киселева будет. И дальше мы будем говорить про героев. Они есть, их даже два. Оставайтесь с нами. Программа «Гонопольская». «Итоги недели без Евгения Киселева». Али, оп! «Эхо Москвы» представляет программу «Гонопольская». «Итоги недели без Евгения Киселева». Продолжаем. Вторая часть программы. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин, Матвей Гонопольский, Светлана Ростовцева, звукорежиссер. Идем дальше, но сейчас Нарышкин сделает анонс важный. Нет, так я в рамках, да, да, да. Все встроится, встраивается ткань нашей передачи, нормально. Ну, давайте. Это программа «Гонопольская». «Итоги недели без Евгения Киселева». «Герой недели». Так, пацаны, я не понял про анонс. Он сейчас будет или в конце? Ну, сначала я скажу несколько слов о том, кто у нас герой. Героем нашей программы стал Ли Борис, новый мэр Лондона, Садик Хан, который был избран на пост мэра Лондона вот-вот, принёс присягу на многоконфессиональной службе в Лондонском соборе, пообещал быть мэром всех лондонцев, делать всё, что в его силах, чтобы сделать город лучше. Особенность Садика Хана в том, что это смуглый, симпатичный парень, я бы даже сказал, 46 лет всего, и для мэра это очень мало. Он потомок эмигрантов из Пакистана и сам по себе мусульманин. Вот так вот вдруг и победил на выборах мэра Лондона. Кстати, ему проиграл консерватор, аристократ, вообще человек белая кость. Кого заменил Садик Хан, понятно, достаточно эксцентричного, я бы даже сказал, экстравагантного мэра Бориса Джонсона, который особенно ничем в себя не прославил, прославил только свой велосипед, наверное. Такая вот история замечательная. Мусульмане избрали мэром Лондона в период, когда вся Европа сострадает исламофобией, антимигрантские настроения захлёстывают и перехлёстывают всех их жителей. Значит, смотрите, тут сложно, мы, конечно, аккуратно про это говорим, потому что мы же, значит, не лондонцы, как бы, да, но есть один лондонец, который прореагировал на это очень тяжело. И даже написал статью, да, русский лондонец, который написал статью, это Чичваркин, и можно на сайте Эхо прочитать его комментарии, почему это плохо. Почему это плохо? Вот, значит, он, мы не будем перечислять, то есть, он предполагает, что в Лондоне всё очень сильно изменится. И вот знаешь, как говорят, когда человек становится, например, там, американский президент становится президентом, он говорит такую фразу, я там от республиканской партии, или я там от консервативной партии, или я либерал, или это, но я президент всех американцев. Хотя, может быть, это неправда, это американцам судить, но Чичваркин считает, что не будет он президентом, он премьер-министром, вернее, мэром, простите, пожалуйста, извините, мэром Лондона всех. Почему? Потому что он социалист. Ну, вот это очень важная вещь. Причём это у него так прёт, и предполагаются какие-то решения, ну, в общем, посмотрим, что это будет. Это важная вещь, на которую набрать внимание. Я бы предлагал вам, вот у вас же есть передачи, которые вы вдвоём ведёте, где вы можете Чичваркина по связи, по скайпу вызвонить, потому что, ну, невероятно, он прореагировал остро на это событие. Обещанный, на самом деле, анонсовая программа, но не с Соломиным мы будем делать эфир, а с Михаилом Гусманом. Я про передачу «48 минут», и в эту среду мы про Саддика Хана будем подробно рассказывать про его убеждения, про его биографию, про его родителей, про вот эти его пакистанские корни, про то, как он побеждал, с кем он боролся, и, собственно, что он предлагает, вот это вот, что в нём такого социалистического, почему за него проголосовали жители Лондона, одна из его, ну, просто важно понять, на что, возможно, и москвичи бы как-то отреагировали, поддержав кандидата, который это предлагает. Саддика Хан предложил и обещал забородить тарифы. Вот если позволишь, я открыл Чичваркина, вот он говорит, почему это плохо. Значит, смотри, вот просто буквально одним предложением. Первое, значит, он пишет, что это не потому, что он мусульманин, естественно, а потому, что он социалист, причём тут написано плохое слово, какой он социалист. Значит, пожалуйста, первое, ограничение инвестиций в недвижимости за убежа, чтобы не нагревалось, а беженцам, типа, добро пожаловать. Значит, повышение гербового сбора. Дальше. Второе, больше африканских и азиатских полицейских, окей. Они что, градацию введут, пишет самый. Дальше. Третье, тарифы заморозить на транспорт за счёт замены людей в кассах и машинистов на компьютеры. Конечно же, можно. На дотации из бюджета, как и дома для нищих, ну и так далее. Просто первые две зоны без загрязнения, например. Прекрасная мысль. За счёт стимулирования и использования электрических машин, не думаю. За счёт дополнительных сборов каких-нибудь грузовиков и прочее, прочее. В общем, короче говоря, здесь это надо читать и слушать британца. Но на вот этом фоне всеобщей радости это действительно необычно. Ещё же мы ожидаем Хиллари Клинтон, да? Поскольку Обама нам сказал, что он не знает, кто будет следующий президент, но думает, что она обязательно будет. Пошутил. Вот на фоне всех... Ну, хорошо, кстати, пошутил, нормально. Я бы хотел от Путина услышать такие шутки, чтобы не злобные, а нормальные такие, чтобы люди засмеялись. А не только мочить сортили вот эти вот всякие вещи. В принципе, может сказать, кто будет следующим президентом России, если что. Я понимаю, и это будет не она, а он. Это будет не она. Я понимаю. Поэтому давайте вот послушаем Чичваркина. И почему? Потому что Михаил Гусман, замечательнейший, который будет у вас, он очень политкорректный человек. Он, естественно, не будет, видимо, говорить такие... Среда, 22 часа, программа 48 минут. Единственное, вот я, может быть, соломенно хочу возразить, потому что, Леша, ты сказал, что, ну, это не уникальная ситуация, но все равно это сейчас довольно интересно, что мусульманин с пакистанскими корнями выигрывает. А мне кажется, здесь просто дело в программе. Знаешь, в Москве, я думаю, в Москве, где и националистические дела всякие есть, и, наверное, они не слабее, чем в Лондоне, Великобритании. Если бы здесь какой-нибудь был кандидат с, не знаю, таджикскими корнями, но предлагал бы тоже заморозить тарифы на метро, предлагал бы что-нибудь еще, не знаю, что могло бы сохранить кошельки москвичей, за него бы тоже голосовали бы, будь здоров, если бы выборы были честные, если бы это не было кандидата от партии власти, да. Да, но ты не забывай, что и антииммигрантская истерия, она тоже достаточно сильная, она этому популизму, этому пиару могла очень сильно мешать. Не случилось, не сложилось. Но я только хотел сказать, чтобы 8 лет американцы жили при социалисте Бараке Обаме, ничего, как-то справились. У нас есть еще один герой. Да, мы уже упомянули Хилари Клинта, но, на самом деле, героем недели стала не она, потому что у нее с Барни Сандерсом, кандидатом от демократов, потенциальным кандидатом в президенты от демократов, продолжается праймарис, и там идет напряженная борьба. Да, вот Дональд Трамп, республиканец, у него уже в партии все ясно. До съезда предвыборного еще далеко, но все его соперники уже отказались от борьбы, потому что Дональд Трамп, он такой вот гениальный, мощный, и его прическа, на которую не я, а многие-многие обращают внимание, действительно, кто не видел, еще вдруг обратить внимание вообще, как выглядит Дональд Трамп. Кто не понял, тот поймет. Да, да, примерно так. Так, вот он остался без соперников в своей партии. Одно из его последних заявлений, что он уже у демократов начнет отбирать миллионы голосов. Вот поэтому герой, такой эксцентричный, Жириновский, уже полпути фактически проделал для того, чтобы стать президентом США. Но это история с его успехами такими политическими в предвыборной кампании. Это же не про него, это про людей, и про это очень часто говорят. Вот, знаете, проходят во вторник очередные праймарисы. Почитайте, что пишут зарубежные всякие издания. Они пишут, объясняя какие-то феноменальные успехи и популярность Трампа, они пишут о том, что просто усталость накопилась у американцев. И нам, кстати, с Соломиным в эфире тоже. Карина Орлова, наш коллега из Вашингтона, она очень часто объясняет. Просто устали американцы от вот этой всякой бюрократии, устали от привычных фигур, вот этот Вашингтон, а здесь вот такое что-то новенькое, живенькое, поэтому голосуют за Трампа. Давайте вопрос. Давайте. Если Трамп станет президентом США, он будет другом или врагом России? Давайте такой итоговый подведем, итог подведем. Если вы считаете, что он будет другом России, 660-06-64. Если вы считаете, что он будет врагом России, скорее, тогда 660-06-65. Голосование пошло. Если Трамп станет президентом США, он будет другом России, тогда 660-06-64. Если врагом России, тогда 660-06-65. Я напомню, что Трамп посылает самые различные сигналы по этому поводу, что говорит, что он не определился. Но тем приятнее. Он как ребенок, и поэтому смешно и интересно. Давайте даже так скажем. Не то, что смешно, а интересно наблюдать его непосредственную реакцию. Ну, во-первых, он говорит, что, помните, да, это я говорю для наших слушателей, чтобы у вас было больше материала, так сказать, для голосования, вот, размышлений, да. С одной стороны, он обвиняет Обаму в том, что Обама очень как-то закрутил взаимоотношения с Россией, с Путиным, и все надо проще, надо как-то проще. И это было вот эти вот слова всякие. Потом он сказал, что ему достаточно будет одной или двух встреч с Путиным, для того, чтобы решить весь комплекс вопросов и найти взаимопонимание. Это он сказал. С другой стороны, вдруг, неожиданно, буквально что-то через дней 10, он заявил, когда его спросили, что он, так сказать, как он понимает вот это вот, решить проблемы, он говорит, что позиции с Россией надо решать, но с позиции силы. Такая его цитата. Но и это еще не все. Вы знаете, что у нас же лучшая армия в мире, и эта лучшая армия в мире провоцирует Соединенные Штаты, они летают, бочки делают над их самолетами, над эсминцами и так далее. И господин Обама вдруг неожиданно заявил, что если бы он это самое, то он бы дал указание... Не Обама, Трамп, Трамп. Трамп, прошу прощения, то он бы дал указание сбивать. Вот так, все просто. Поэтому это называется разнонаправленные сигналы. Понимаете? Разнонаправленные. Вот ты знаешь, не вижу в этом никакого пиара. Потому что он не придерживается одной стороны. На выборах человек говорит то, что от него хотят слышать. А что от него? А что он тут такого сказал? Что с позиции силы, так это говорят все американские президенты, прости меня, что сказал бы господин Путин, а это чуть раньше сказал Эрдоган и даже не сказал, а сделал, что бы сказал господин Путин, если бы над российским эсминцем вот так вот покрутился американский самолет на расстоянии 30 метров? Что бы он сказал? Он бы сказал, ну знаете, как-то вот это же нарушение международных та-та-та, там целый ряд, это действительно нарушение международных правил и законов. Я боюсь, что в нашем случае его бы сначала сбили, а потом бы Владимир Путин что-то говорил. Так ты бы тоже сказал, что это пиар. На самом деле это не пиар, но мало ли что несет этот самолет. Там бомбы подвешены, еще сбросят бомбу. Ты прости меня, начнется Третья мировая война. Кому это надо? Надо себя в руках держать. Конечно, согласен. Поэтому я не думаю, что это пиар, просто это естественная реакция. Ну, давайте бог с ним. Понятно с Дрампом. В голосовании давайте я скажу, 35% слушателей считают, что если Дональд Трамп станет президентом США, он будет другом России, 65% считают, что он будет врагом России. Ну и процитирую. Одно из последних заявлений Трампа для России у нас найдется не только пряник, но и кнут. И Трамп говорит, он не исключает возможности использования экономических и иных рычагов давления на Москву. Так что вот те, кто надеется, что Трамп, если он придет в Белый дом и как-то кардинально политика Вашингтона изменится по отношению к Москве, расслабьтесь. Потому что Трамп вот что говорит. Рычаги опять, давление и прочее. Сейчас у нас «Редиска недели». Редиска недели стал Рамзан Кадыров, и вы сейчас не слушаете записи передачи, это прямой эфир. Вновь, да, вновь чеченский лидер, который, на мой взгляд, чувствует себя в российском правовом поле по-прежнему как слон в посудной лавке. Не укладывается как-то, вот он в каждый отчетный период что-нибудь такое говорит или делает, что рождает в наших головах резкое противоречие с Российской Конституцией. В этот раз он, в общем-то, открыто совершенно давил на руководство Верховного суда Чечни с тем, чтобы они покинули свои посты. В общем, делать, что он категорически не может, даже намекать на подобные вещи. Но знаете, я о чем подумал? Ведь нам же объяснил не так давно Владимир Владимирович Путин, что такое феномен Рамзан Кадыров. И, в общем, дал понять, что когда-то он воевал в лесу с нами, потом принял решение осознанно о том, чтобы быть с Россией, и действительно этого придерживается. Но это Кавказ, это горячие парни, и нужно ли относиться к нему? Нет, он этого не придерживается. Он этого не придерживается. Быть с Россией – это не жить на российской территории и пользоваться российскими деньгами. Быть с Россией – это выполнять российские законы. Пусть жалкие, но которые сформулированы в Конституции. Говорит, что это его убеждение. Он с ним общается, он знает. Далее. Но делаем вывод из этих слов. В общем, надо относиться к этому проще. Да, есть Конституция, но есть и лидер Чечни, который пока не убивает людей, может, в общем-то, где-то эту Конституцию немножко обходить, где-то понимать ее по-своему. Вот и все. И вопрос мы будем задавать? Я думаю, времени хватит. Времени хватит. Ну, да, хорошо. Хотели у вас спросить. Ну, не спросим. Не спросим. Вот, Матвей Юрьевич, нужно прощать ему промахи или закрыть глаза на его проделки все эти? Судьи уволят. Еще раз. Еще раз. Быть руководителем российского региона – это не мое мнение. Это просто, на мой взгляд, так устроена Россия. Если Путин требует подчинения от всех руководителей российских регионов и выполнения Конституции, уж не важно, как они ее исполняют, на мой взгляд, не должно быть руководителя российского региона, который позволяет себе давить на российский суд, потому что у нас разделение властей. Я понимаю, что хохочут наши радиослушатели. Для меня это серьезно. Извините. Сейчас рубрика нашего постоянного комментатора Евгения Алексеевича Киселева. Это программа «Гонопольская» и ее рубрика «Возвращение блудного Киселева». На этой неделе Петр Порошенко открыл в Полтаве памятник Мазепе и даже сказал, мне понравилась цитата, она просто яркая, смешная. Пока Петр Первый и другие пытались прорубить окно в Европу, Мазепа, дескать, ходил в нее через дверь обычным способом. В России это, естественно, вызвало бурю эмоций. И вот, например, Ирина Яровая сказала, что украинский президент предал украинский народ, открыв вот этот памятник. Собственно, само событие и реакцию на него здесь, в России, комментирует сегодня Евгений Киселев. Очередная вспышка уропатриотического негодования по поводу открытия в Полтаве памятника Гетману Ивану Мазепе, на мой взгляд, еще одна демонстрация того, как дремуче необразована так называемая российская политическая элита по поводу прошлого и настоящего Украины. Во-первых, памятники в Украине устанавливаются, как правило, по решению местных, в данном случае городских властей. Так что в Полтаве Порошенко не поставил памятник, а всего лишь открыл его. Во-вторых, хотя открытие этого монумента подается российской пропагандой как нечто из ряда вон выходящее, на самом деле памятников Мазепе в Украине уже довольно много. Первый из них открыт был еще в 1994 году в селе Мазепинце, что под Белой Церковью и Киевской области. Памятники есть еще и в Чернигове и в других местах. Мазепу в Украине почитают. В Киеве есть улица Мазепы. Знаменитый кинорежиссер и оператор Юрий Ильенко, считающийся одним из основателей знаменитой школы украинского поэтического кино, ныне покойный, снял фильм о Гетмане Мазепе, а роль Мазепы в нем сыграл выдающийся актер Богдан Ступко. Кстати, о том, что Ступко до мозга костей украинский актер, наверное, многие в России по-прежнему не подозревают. Что же касается самого Ивана Мазепы, то он действительно был Гетманом Левобережной Украины, причем дольше, чем кто бы то ни было, с 1687 по 1708 год, то есть 21 год подряд. Он действительно перешел со стороны Петра I на сторону Карла XII и его союзника, польского короля Станислава, потому что рассчитывал на включение украинских земель в состав польского государства, в котором сам бы он получил княжеский титул. На самом деле Украина веками балансировала между разными державами, Польшей, Литвой, Швецией, Крымским хантом, Московским царством, попытки как-то завоевать независимость. И даже Гетман Богдан Хмельницкий, заключивший в 1654 году договор с Москвой, который в российской имперской историографии принято было называть «воссоединением Украины с Россией», по мнению многих украинских историков, в действительности рассматривал этот шаг как чисто тактический. Уже через 15 лет другой украинский Гетман Иван Выговской воевал против войск московского царя под командованием князей Трубецкого, Пожарского и Львова вместе с крымским ханом Мехметом Гиреем IV и разбил их на голову в битве при Конотопе. Так что вот такое было воссоединение. Так что Мазепа был не одинок. Были у него и предшественники, и последователи. Украина – независимое государство. И как любое независимое государство, оно, конечно же, ищет в истории какие-то основания героизации своего нынешнего бытия. И, безусловно, Мазепа – один из таких героев. В России же он будет восприниматься для тех русских людей, которые ведут свою историю от Петра или от царя Алексея Михайловича, как предатель. Карл XII, которому служил Мазепа, которому он переметнулся, для России врага для шведов – это великий король. И, мне кажется, дальнейшие дискуссии достаточно смешны. Это Евгений Киселёв. Его комментарии вы сможете найти на нашем сайте. eho.msk.ru А мы переходим к последней нашей рубрике «Не в фокусе». Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселёва. Не в фокусе. Совсем мало времени остаётся. Николай Патрушев насчитал в Южном федеральном округе России более 70 тысяч нетрудоустроенных беженцев с Украины. Ну, казалось бы, есть они там и есть. Но действительно Россия после войны в Донбассе открыла границы и старается здесь создать некие условия для тех, кто оттуда приезжает сюда. Но проблема с заявлением Патрушева в том, что 70 тысяч нетрудоустроенных беженцев с Украины в Южном федеральном округе, они осложняют криминогенную обстановку. Отмечается нарастание конфликтного потенциала в связи с этой возросшей миграционной нагрузкой. Здесь вот меня Патрушев расстроил. Лучше бы, наверное, молчать, потому что, ну, в моём-то представлении, из-за чего миграционная нагрузка возрастает, кто там, с чьей подачи бурлит Донбасс до сих пор, и уже два года ничего там не может успокоиться. Тут, с одной стороны, как-то у нас провоцируется конфликт нашими усилиями, а с другой стороны, мы принимаем беженцев и говорим, а мы их не можем трудоустроить, а вот у нас повышается преступность и так далее. Создают такую криминогенную обстановку, в общем, потенциально опасную. Стоит ли депортировать украинских беженцев, которые так и не нашли работу, если, с вашей точки зрения, нужно депортировать, тогда 660-06-64. Если не нужно этого делать, мы не звери какие-нибудь, тогда 660-06-65. Начался подсчёт ваших голосов. Нужно ли депортировать украинских беженцев, которые так и не нашли работу, если нужно 660-06-64, если не нужно, тогда 660-06-65. Тут же проблема в чем, если вы, опять же, мое убеждение, если вы устроили все это в Донбассе и сделали возможным приход украинцев сюда, украинских беженцев сюда, и пытались создавать для них условия, то, значит, нужно больше времени этому уделять, чтобы все были трудоустроены. Если вы не можете обеспечить им работу, тогда, не знаю, закрывайте границы. У нас 5% россиян нетрудоустроен, о чем ты говоришь, безработица в стране есть. — Матвей Юрьевич. — Мне кажется, что ты вначале сказал самое главное. Ну, ты понимаешь, я не могу здесь быть объективным. Кто всю эту бодягу устроил, а теперь жалуется. Значит, решайте этот вопрос. Хотите, злобно их высылайте. Хотите, трудоустраивайте. Это жертвы вашей войны. Это жертвы путинской войны. Все. Поэтому, конечно, наши радиослушатели сейчас скажут, вот там вот идет голосование, вы сейчас скажете результаты, но дело в том, что чего я должен чего-то советовать? Прекратите войну, как вы верно сказали, и беженцы вернутся домой. Все. И не будет проблемы у товарища Патрушева. — 54% слушателей считают, что беженцев украинских, которые не нашли работу, надо депортировать из России. 46% считают, что они могут здесь дальше оставаться. — Конечно, чтобы этих вот, их и близко не было. Спасибо большое. С праздником, дорогие друзья, с Великим Днем Победы. Давайте среди пропаганды не потеряем этот праздник. С праздником, дорогие ветераны. Алексей Нарышкин, Алексей Соломин, Матвей Гонопольский, Светлана Ростовцева. До встречи через неделю. — Удачи. — До свидания. — Это была программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Али-оп! Субтитры создавал DimaTorzok